Дмитрий Песков трижды вступал в брак. Чтобы был медовый месяц, сначала надо пожениться. И каждый раз уходил из семьи к другой женщине. Вы можете развестись, жениться, что-то сделать без разрешения президента. Но двигала им вовсе не страсть к новой возлюбленной. Обманулись. А любовь к деньгам и стремление продвинуться по карьерной лестнице. Он всегда женится тогда, когда ему нужно что-то получить. Прямо сейчас мы узнаем, каким образом пресс-секретарь Путина использовал своих бывших жен для получения злачных должностей. Это, конечно, удача в жизни. Как третья супруга разводит усатого политика на деньги. У каждого своя жизнь, своя линия, своя стратегия. И сколько миллиардов Песков тратит на задержание своих избалованных детей. А деньги откуда у вас? Еще с юных лет Песков выбирал себе далеко не простых девушек. Свою вообще всю карьеру он, наверное, будет в пору сказать, торил к себе одним таким вот местом. Причинным, что ли это называется. Его первой избранницей стала Анастасия Буденная, внучка того самого кровавого маршала Семена Буденного. Она была завидной невестой. Имела хорошее образование, свободно владела несколькими иностранными языками и работала переводчицей в одной из самых престижных гостиниц Советского Союза. Там, собственно, Анастасия и познакомилась с Песковым. Однако Дмитрия заинтересовала не столько сама девушка, сколько ее отец, который занимал высокую должность в Министерстве внешней торговли страны. Песков быстро сообразил, какие перспективы открывает перед ним вхождение в семью Буденных и женился на Анастасии. На тот момент ему был 21 год. Когда он стал членом семьи вот этого кровавого маршала, то, разумеется, воспользовался всеми их связями. И тогда они его пристроили с Охолом Жириновского, куда в основном попадали бандиты всех мастей и становились таким образом депутатами Государственной Думы. Дмитрий и его жена жили в кругу советской дипломатической элиты, они неоднократно бывали за границей. Но влиятельность легендарного семейства начала угасать из-за распада Советского Союза. Поэтому тесть уже не мог оказывать зятю никакой протекции. А Пескову, ну, очень хотелось пробиться повыше. И в этом ему помогли романтические отношения на стороне. Дмитрий положил глаз на тогда еще несовершеннолетнюю дворянку Екатерину Солоцинскую, которая жила в Турции. И он, Песков, приударил за ней 14-летней, в то время как его жена, тогда внучка Буденова, была на сносях их сыном. За спиной у беременной жены Песков пробивал путь в семью влиятельного дипломата Владимира Солоцинского, который попросил амбициозного поклонника потерпеть, пока его дочери исполнится, хотя бы 18. И он таки дождался. Тем временем законная жена родила Пескову сына Николая, но мужчине тогда было не до отцовства. Он стоял на пороге огромного карьерного скачка. И, соответственно, он развелся с своей первой женой, женился на Солоцинской и переехал в Турцию работать и жить там. Сразу после свадьбы чиновник занял престижное место в Центральном аппарате МИД России. В 1996-м он стал вторым секретарем российского посольства в Турции, а в 2000-м и вовсе первым. Вы знаете, я человек, который не может без работы. Но и на этой должности его амбициям со временем стало тесновато. Поэтому Песков начал искать новые связи. Как вы поняли, порочные, которые должны были привести к деловым. Младшая на 10 лет жена знала об изменах мужа. Жаловалась, что он сильно гуляет и так далее. Но подать на развод не решалось. Екатерина родила Дмитрию троих детей. Дочь Елизавету и сыновей. Мика и Дэнни. Но у делового отца не было времени на их воспитание. Он был занят своей политической карьерой. В Турции Песков познакомился с Алексеем Громовым. Это человек, который раздает методички Соловьеву, Киселеву, Скобеевой и другим российским пропагандистам. Именно по протекции Громова Песков и попал в Кремль. Государство меня нанимает и мне платят зарплату, и я работаю. Сначала усатого дипломата назначили начальником отдела по связям со СМИ управление пресс-службы администрации президента. Затем он быстро пошел на повышение и в итоге стал пресс-секретарем президента РФ. То, что мне подфартило в жизни, это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина. Большие изменения происходили и в личной жизни Пескова. В 2010-м, будучи женатым, он закрутил роман с известной и на тот момент замужней фигуристкой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Всего я вам рассказать не могу, но скажу так, что у нас действительно, у нас были семьи ранее, у нас есть дети от предыдущих семей. Расторгнув браки, любовники еще долго скрывали свои отношения от публики. Да и в ЗАГС почему-то не спешили. Дмитрий женился на Татьяне в 2015-м, через год после рождения их общей дочери Надежды. Сначала мы говорили друг другу, что как жаль, что мы не встретились, когда вот нам было по 20 лет. А потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно. Мы каждый должны были пройти свой путь. Конечно, ведь если бы не предыдущие жены Пескова, он бы не смог занять хлебную должность рядом с Путиным и воровать деньги из госбюджета, на которые, собственно, и клюнула звезда спорта. Главное – это любовь. Ага, любовь к роскошной жизни. Свадьба политика и фигуристки стала событием года. Она проходила в самом дорогом отеле в Сочи – родина Grand Hotel & Spa. Для оформления мероприятия дизайнеры использовали 5000 живых цветов. Среди гостей были самые известные российские артисты – Филипп Киркоров, Николай Басков, Анна Семенович, Игорь Крутой и многие другие. Невеста красовалась в роскошном белом платье от уже покойного Валентина Юдашкина. Но после торжества все обсуждали не ее наряд, а невероятно дорогие часы, которые журналисты заметили на запястье Пескова. Они стоят 37 миллионов рублей. На такие ему вообще-то надо работать несколько лет. Тогда можно было обвинить политика в незаконном обогащении. Но в Кремле сделали вид, что не заметили ни часов, ни самой большой в мире парусной яхты «Мальтис Фалькон», на которой молодожены отправились в медовый месяц. Снять такую на одну неделю стоит 26 миллионов рублей. Оплатил путешествие олигарх Зия Магомедов. Очевидная взятка, которую списали на свадебный подарок. Кстати, по версии Пескова, часы тоже были подарком, только не от олигархов, а от жены. Что касается истории с часами, я же не мог не надеть на свадьбу подарок жены. Это все опять же наше личное дело, и это никого не волнует. Вряд ли как-то подарки жены мужу или мужа жене могут иметь отношение к антикоррупционной деятельности. Вот только политик не уточнил, откуда у фигуристки взялись такие средства. Все, что я в этой жизни делаю, я добиваюсь только своим трудом и своим вот этим напором. Это ж как нужно было трудиться, чтобы за полгода до оформления брака с Песковым приобрести вот этот элитный особняк в Подмосковье, который оценивается в более чем миллиард рублей. Здание проектировали именитые архитекторы по самому последнему писку моды. Интерьер дома сочетает необычные дизайнерские решения. Яркой ноткой во всем участке выступает монохромный шик. Мебель сделана из древесины и натуральной кожи. Также в доме есть природный камин. К основному дому пристроена большая спа-зона с бассейном, сауной и просторным спортивным залом, в котором Навка почти ежедневно занимается с личным тренером. Но, как оказалось, личного спортзала для поддержания спортивной формы фигуристке недостаточно. Ее уровень – это личный каток. Несмотря на то, что я жена пресс-секретаря, я здесь тягачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-нибудь, да. Как говорится, не мечтай о малом. Путину ведь удалось соорудить себе личную ледовую арену под землей в Геленджике. Подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Поэтому не исключено, что пресс-секретарь Бункерного тоже со временем наворует на Ледовый дворец для своей снежной королевы. Тем более, что детей от предыдущих браков он уже поставил на ноги. В 2016-м Песков приобрел для дочери Елизаветы и ее матери квартиру во Франции. Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь 180 квадратных метров. Там есть прихожая, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, прачечная, ну и балконы. Стоимость этого жилья составляет 1 миллион 770 тысяч евро. Любопытно, откуда такие средства взялись у тогда безработной Екатерины Солоцинской и 18-летней Лизы. Вообще обсуждение денег, может быть, в силу воспитания, я всегда считала вопросом неприличным, потому что для меня это какие-то пережитки советского прошлого. Неприлично жить на коррупционные деньги отца и рассказывать, что всего добиваешься сама. Я привыкла все время пахать и что-то делать. Меня так воспитали. Своего первенца Николая Чоулза Песков тоже не обидел. Несмотря на то, что парень нигде не работал, у него откуда-то в 2016 году взялась квартира в Москве площадью 110 квадратов и весьма внушительный автопарк, где имелся рейндж-ровер, феррари, мерседес, мотоцикл и даже Тесла. Теперь Песков финансирует все прихоти своей третьей жены, в том числе ее убыточные ледовые шоу. Так что замуж Навка вышла более чем удачно. Не просчиталась. У каждого своя жизнь, своя линия, своя стратегия. А какую же цель преследовал Песков, связывая свою жизнь с бывшей олимпийской чемпионкой? Пескову в этой ситуации импонировала ее американская жизнь. Песков, вероятно, думал, что таким образом он сможет строиться в американскую элиту. Татьяна и вправду прожила на ненавистном Россией Западе целых 15 лет. Но уверяет, что американского паспорта у нее нет. У нее никогда не было американского гражданства. Более того, она с гордостью говорит о своем российском гражданстве. Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация, она величайшая. Татьяна, как и ее муж, поддерживает захватническую войну РФ в Украине. Несмотря на то, что родилась она в украинском городе Днепре. Все, что не делается, значит, так должно быть. Сейчас на семью Песковых наложены санкции. Поэтому недвижимость экс-фигуристки в США осталась без хозяйки. А планы усатого политика пробиться в общество американской элиты навсегда канули в лету. Теперь ему светит только трибунал в Гааге. Но сперва Навка покажет ему шоу на льду с символичным названием «Лебединое озеро». Субтитры создавал DimaTorzok